Микс Ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь. Это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит. И тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Уже года три больше. Начинаем с традиционной фразы. Мы с Вадимом Родионовым снова в студию. И в этом есть определенная успокаивающая предсказуемость. Стабильность. Да. Мы знаем, что друг от друга ожидать. Но представьте себе, что вдруг прихожу я сюда, и вдруг Вадим обнаруживает, что я здесь сыплю плоскими шутками, говорю странные вещи. Я вообще не похож на себя. Или замечаю, что Вадим вдруг человек меня перебивает, навязывает свое мнение, чего он никогда не делает. И тоже я бы удивился, подумал, Вадима как подменили. Когда-то на заре, когда только наша передача пошла в эфир, у нас была такая рубрика «Мифы народов мира». Сейчас, помню, мы брали тогда миф о Сизифе, по-моему, о Геракле, тоже сейчас точно не вспомним. А сегодня у нас такая тема берет начало в фольклорию. В фольклоре европейских народов были такие персонажи, назывались «подменыши», или по-английски звонкое слово «ченчелинг», что значит то же самое. О чем это? Это народное поверье, что иногда детей, особенно некрещённых, подменяет всяческая нечистая сила. Неважно, тролли, эльфы, или тех, кого в английском фольклоре называют «фейры», по разным причинам. Или у них нет своих детей, или у них некрасивых, очень красивых человеческих детей. То есть они наводят чары, забирают человеческого младенца и подменяют его или каким-нибудь бревном, на которое с помощью чар наводят детский облик, или подсовывают дряхлого старого эльфа, который никому уже не нужен, а люди его кормят и так далее. Одна из примет, по которым определили подменыша, во-первых, он был прожорлив. То есть с аппетитом всё хорошо? Да, более чем. Для бедных крестьянских семей, очевидно, это было… Серьёзная проблема. …не радовало. А во-вторых, он был капризен, сварлив, он не спал, он кричал, ругался, облил прочими дефектами. И в народных поверьях было масса способов, как от подменыша избавиться. Ладно, открыли какие-то сказочные способы, например, привлечь чем-то его любопытство и заставить его выдать себя. Но были способы куда менее гуманные, когда подменыша надо было сунуть в печь, прижечь, попытаться утопить. Тогда он должен был, подменыша был с хохотом удалиться, улететь, а настоящий ребёнок должен был появиться на его месте. Шутки шутками. Но ещё в XIX веке в Ирландии было несколько уголовных процессов, когда больного ребёнка засовывали в печь, и он или умирал, или потерпел тяжёлые ожоги. То есть люди это делали искренне веря. Они хотят вернуть настоящего ребёнка, а это подмена, чтобы с ним беды не спрекли. В худшем случае он захохочет и улетит. Вот такие истории. Почему эта штука пришла мне на ум? Вот то, что вы знаете, выражение «как подменили». Откуда вообще этот герой пришёл в человеческую историю? Что это за образ? Как мы реагируем, когда кто-то вдруг начинает вести себя совершенно не так, как мы от него ожидаем? Когда мы вдруг разочаровываемся, не получаем по нашему нему гарантированного и так далее. Ну, если начать совсем изначально от тех же детей, мне кажется, в этом мифе скрыт извечный человеческий страх. Во-первых, страх мужчины растить не своего ребёнка, то есть, чтобы прерывать свой род. Во-вторых, страх этих детских болезней. Ну, и тогда рождались дети с какими-то дефектами, с врождённой патологией, дети с проблемами поведения. И генетический анализ тогда никто не делал? Естественно. И, наверное, конечно, большинству людей было легче сказать себе, это не со мной что-то не так, а это происки нечистой силы. Таким образом мы себе снимаем всякую ответственность за происходящее. Ну, окей, это у крестьян века назад. А вот что сейчас происходит? Сколько раз мы слышим фразу «ребёнка как подменили». Но мы ведь и про взрослых эту фразу можем сказать. Моего мужа как будто подменили. Был хороший, добрый человек, и вдруг он стал такой, такой и такой. Моя жена была, ну и так далее. У всех как подменили. Даже родители, которые состарились, говорят, как подменили. И, наверное, самая по-прежнему, не случайная же подмена, что это речь о детях. И, наверное, то, с чем нам труднее всего смириться, это или перемены в детях. И, говорят, дети не оправдывают то, что мы почему-то от них ожидали. Ну, это мы наделяем их какими-то чертами, ожиданиями и мечтами, которые, возможно, к ним не имеют отношения в их восприятии. Кто же еще? Я неоднократно слышал от женщин, матерей. Я почему-то думала по кино, и так, что это так трогательно. Я буду такая замечательная мама, ребеночек в красивых одежках детских. И он такой умилительный, лопочет, лепечет. А я его качаю и гуляю. Мы все такие красивые. У нас такая трогательная любовь и так далее. А ребеночек не спит ночами. Ребеночек кричит. Ребеночек может требовать себя в кровать и там какать, писать и тому подобное. Ребенок может быть, увы, с самым разным темпом развития. Есть куча всяких проблем. Вот это первая история, когда родители сталкиваются с тем, что нарисована ими идиллическая картина совершенно не соответствует реальности. Это бэби-блюз такой. Да, с хрустом разбивается реальность. И вот это вот как подменили. Удивительно, но даже в наше время есть люди, которые говорят, что с ребенком. Бывают люди, которые с ужасом, правда, уже часть после родовой депрессии, могут сказать, я ловлюсь на том, что я его ненавижу. Потому что постоянно орет, он нарочно не дает мне спать, он кусает мне грудь до боли, все меня теребит. Я его ненавижу. Я понимаю, что это плохо, что это ужасно, но я его ненавижу. И вот этот момент, мне кажется, сейчас перенестись на энное время назад, представить себе ту самую измученную простую женщину, у которой ребенок вместо ангелочка становится капризным, скандальным демоном, постоянно требующим грудь, постоянно скандаличным, ищем спать и так далее, очевидно, соблазн начать винить во всем нечистую силу очень велик. Но ведь тогда не изучали синдром грустной мамы, тогда не изучали послеродовую депрессию, все те проблемы, которые сегодня хорошо известны уже в психологии и психиатрии. Следующий этап, когда, наверное, сейчас дети начинают разочаровывать, вот он лежал себе в кроватке, потом начал маленьким, ну, капризный, некапризный, пол, что с ним происходит. Следующий момент, когда мы всем уж ребенка подменили, это подростковый возраст, который в наше время начинается намного раньше. Как-то у нас подростковый возраст, по-моему, по последней классификации, ВОЗ стал занимать куда больший период, чем раньше. То есть, вместо лет 12, он начинается лет в 10, а заканчивается, по мнению многих специалистов, не в 17-18, не год в 24. 24 еще подросток? Мне казалось, 24 – это уже старость. До тех пор, пока он должен учиться и способен сам себя содержать и так далее, он еще подросток, со всеми подростковыми... Ну, есть и плюс, молодость заканчивается тоже позже, по классификации ВОЗ, после 40 уже теперь. Да. Умеренно молод, или как-то так? Беда в том, что мы свою молодость определяем по собственным ощущениям, а не по классификации ВОЗ. Но по всем ощущениям, по реакции окружающих в том числе. И подростковый период отдельный для родителей испытание. И там могу сказать, родители со стажем, говорят, свидетельство, очень хочется обвинить во всем какую-то нечистую силу. Я, к сожалению, не верю ни в троллей, ни в эльфов, поэтому мне очень трудно кого-то обвинить. Но, тем не менее, процесс – это очень тяжелый. Да, когда каждый из нас обнаруживает, что его ребеночек тоже там сидел, играл в свои какие-то игрушки, хотел все время быть с папой и мамой, хотел играть, разговаривать, прибегал по утрам в кровать, и прочие сентиментальные вещи. Вдруг он вырос. У него вдруг появились фигуры уже мужчины или маленькой девушки. У него появились свои интересы. У него вдруг появился тот самый сварливый характер. Значит, скандалить по пустякам, настаивать на своем, требовать своего. Плюс тоже в наше время, в отличие от седой древности, дети, очевидно, тоже по пущению какой-то нечистой силы, не иначе, выучили, что у них есть права, что они знают, как к ним нужно относиться, как к ним не нужно, что умеют тебе сказать, что ты не имеешь права ценно поступать, у меня есть личное пространство. И ювенальная юстиция. Да, да, да. Если что. Ну, ювенальные юстиции они не пугают. Да. Но, тем не менее, она тоже есть. Она присутствует. И тут, на самом деле, у нас наступает тот самый выбор, который был когда-то у родителей старых времен. Мы должны признать, и нам приходится это делать, что мы что-то не понимаем, или что мы что-то делаем не так, или что в жизни наших детей наступает период, требующий от нас терпения и мудрости. А мы совсем не всегда к этому готовы. У нас часто дети рождаются, когда мы сами только-только вышли из нынешней классификации подросткового возраста. Учитывая, что 24 тысяч подростков, то у многих еще до выхода, скажем. Да. И у нас возникает проблема, потому что мы очень не любим признаваться, что что-то делаем не так, что с них хватает терпения. Мы можем, конечно, во всем винить. Ну, поскольку теперь люди не верят в эльфов, мы можем винить среду, сверстников, плохое влияние социальных сетей, гаджетов и тому подобных вещей. То есть, молодежь нынче не та пошла, это, в общем-то, попытка оправдать. Она все время куда-то не туда пошла. Ну да, еще. Все время, когда это приходит, выбора у нее особого нет. Так вот, вот эта подмена, мне кажется, в тот момент, когда мы отказываемся понимать или признавать то, что происходит, мы ничем не лучше родителя 18-го, 17-го и прочих веков, которые охотно ищут виновных. Мы, правда, к счастью, не суем детей в печки и не пытаемся их утопить, но иногда мы делаем вещи, которые, ну, скажем так, не угрожают их жизни, но имеют отставленные далекие последствия. Мы их не жарим в огне, мы их постоянно прижигаем упреками, критикой. Ну, особо талантливые, бесконечные, которые детей с кем-то сравнивают. То же самое. Вот хороший, нормальный человеческий ребенок. А ты какой-то странный ребенок. Ты ведешь себя плохо, ты не делаешь, что тебя ждут, ты скандалишь, смеешь спорить с родителями и так далее, и так далее. Но это ведь такой травмирующий опыт, постоянное сравнение с кем-то. Или еще с таким недостигающим, который невозможно, идеал, который невозможно дать. То, что он травмирующий, мы знаем, но большинство людей, которые это делают, если вы спросите, почему они это делают? Равняйся на лучших. Они не скажут, что мы хотим унизить ребенка. Они скажут, что мы же хотим, чтобы он увидел, есть рядом хорошие примеры, что есть кому подражать, есть кому чему-то научиться. Мы забываем, что путем подражания такие вещи не решаются. Так вот, это тот момент, когда нужно вслушаться в себя. Не превращаемся ли мы в суеверных жителей и средневековой Европы. Не превращаемся ли мы в людей, которые готовы найти причину везде и во всем, только не в себе самих. Потому что посмотреть и заглянуть в себя страшно, правильно? То есть это, опять же, наш банальный страх, который руководит нами в этом смысле. Не знаю даже, сколько это страшно. Это очень дискомфортно. Но страшно понять, что ты, в общем, что ты делаешь неправильно. Это как кому-то признать. В том числе, есть люди, которым почему-то очень трудно перед ребенком извиниться. Авторитет можно потерять? Конечно. Я же взрослый, он ребенок. Как перед ним сопляком извиняться? Обойдется. Это говорит ведь о слабости взрослого человека. Это большой неуверенности в себе. И более того, мы эту неуверенность демонстрируем собственному ребенку. Потому что он, конечно, обижается. Но где-то внутри он понимает, что с папой или вам что-то не так. Если он не в состоянии, явно совершив неправильную поступку, он не может извиниться. И это запоминается. И это запоминается. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Буквально на несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Программа «Диагноз недели» с Риэлем Резник-Мартовым. Оставайтесь с нами. День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио. Болком. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Риэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Звукорежиссер Родион Золотарев. Мы продолжаем наш разговор на тему подмены. Продолжаем. Ну, опять подмены, если мы говорим о близких, подмена мужа или жены. Ну, кстати, странная история. Заметьте, это, мне кажется, больше свойственно, правда, женской половине, когда с мужем происходит что-то не то, вдруг начинает где-то пропадать, вести себя холодно или появляться пахнущей каким-нибудь чужим парфюмом. Очень часто женщины начинают ходить к гадалкам, к бабкам. Привороты, отвороты, снятие с глаза. И, насколько я слышал, каждый раз в той ситуации какая-нибудь доверчивая дама приходит к такому шаманскому специалисту, обязательно расскажет, что да, есть чей-то приворот, есть чья-то порча, кто-то сглазил от зависти. И надо предпринять множество ритуальных действий, чтобы спасти семью. Которые стоят определенного количества денег. Ну, как же иначе. Как же иначе. Ну, просто интересно, насколько в людях живо то, что называется магическое сознание, магический способ мышления, когда мы пытаемся мыслить не логическими категориями, а категориями сверхъестественными, категориями мистическими. И опять, если говорить еще проще, мы начинаем искать причину не в наших отношениях, не всегда в себе. Нам можно задуматься, почему человек ведет себя недолжным образом, и, по крайней мере, попытаться с ним поговорить и призвать о каким-то переменам. Но если речь идет о сглазе и порче, то, естественно, такие переговоры ничего не приведут. Потому что здесь участвуют темные злые силы. Не тролли, конечно, на что-то вроде. Поэтому обычные рациональные беседы, рациональные методы не работают. Ведь интересно, что люди ведь надевают маски. Это связано, например, с обидой. Если поссорились два близких человека, и даже если кто-то извинился, но осадок остался, то человек может быть более холоден к этому человеку. И, соответственно, его тоже как подменили, можно, наверное, так это сказать. Общаться становится тяжелее. Общение теряет свою естественность и так далее и тому подобное. Это относится к тому, о чем мы говорим? Смотрите, мне кажется, весь этот феномен подменыша, он имеет отношение к чему? Это к тому, что мы с себя снимаем всякую ответственность. Мы не видим проблем в себе хитериальных причин. Мы ищем мистическое объяснение простым вещам. Поэтому, да, наверное, когда возникают обиды, как мы знаем, редко бывает, чтобы в обиде, в конфликте была виновата ровно одна сторона. Обычно о чем задуматься, есть обеим сторонам. Но, когда мы занимаем позицию такой жесткой обиды и неспособности к переговорам, да, наверное, дело что-то очень похожее. Что за похожее? Мы считаем, что с нами все хорошо. Там участвует некая злая сила. И чтобы человек стал способен снова с нами чем-то разговаривать и договариваться. Он должен опять произойти некое магическое превращение. Он должен чудесным образом начать тебя понимать и слышать. Без особого приложения усилий с твоей стороны. Но человек ведь, когда включает этот холод, ведь он сам страдает часто. Страдает. Потому что он чего-то ждет, он пытается демонстрировать некое отстраненное отношение к другому человеку. Но очень часто, как мне кажется, так бывает, что он сам ждет этого тепла, и он хочет вернуться к этому состоянию тепла. При этом он почему-то, в общем-то, держит вот эту маску на своем лице. Что такое механизм холода? Ну, часто это бывает, как унаследовано, в семье. Когда ты сделал что-то плохое, и с тобой не разговаривают. А часто, в общем-то, это же тоже очень инфантильный, очень детский механизм. Когда ребенок надувается и сидит и ждет, сейчас его придут, пожалеют, утешат, полоскают, и все наладится. Но это совсем не всегда происходит. Когда ребенок ждет, ну, правда, у него не хватает обиды и злопаемых. На звонок? Да. У нас радиослушатели. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Да, Лариса, здравствуйте. А вот я вспоминаю свои молодые годы, в то время при советской власти. Мы как-то смеялись над всем этим. И меньше этого было, совсем мало. И почему сейчас вылезло это? Вроде бы люди стали многие верующими. Это все противно учению церкви. Почему это так опять стало распространено? Спасибо. Вы имеете в виду эту магическую историю всякую? Да, и магические истории из глаза, эти колдуны, ведьмы и тому подобное. Столько всего развелось. И главное, люди верят. Вот что удивительно. Да. Я вот этого никак понять не могу. Спасибо вам, Лариса. Да. Насчет псевдомагических. Следующая, это отдельная история. Ну, наверное, думаем мы о том, что сменилось после советской власти. Исчезла некая базовая идеология общества. Потому что советская власть и вера в светлое будущее, и пролетариат, и так далее, тоже была сворода религия. У нас есть вера, которая сулит перспективы, которая объясняет, что все остальное – это заблуждение и предрассудки. И есть хоть какая-то вера. Есть люди, которые вместо Библии дали полное собрание Владимира Ильича Ленина, капитала Маркса, материалы съездов и так далее. Их для многих было достаточно. А потом идеология рухнула, и масса людей вдруг оказалась в растерянном состоянии. Потому что, а во что же верить-то теперь? И это, казалось бы, вроде бы и смешной вопрос, но верить-то надо. Без веры очень тяжело. Знаете, есть такое, когда обзывают злодеев – вероломный человек. Ломающий веру. Да. Человек, который сломал веру – это, на самом деле, страшная вещь, когда твою веру сломали. И для этой веры ломается не потому, что ее ломают некий злодей. Потому что жизнь становится другой, и ты вдруг понимаешь, что то, что ты верил, не работает. Проблема в том, что, скажем, многие язычники, кочевники, которые возили идолов с собой, тех, кому они поклонялись, было все намного проще. Если идол перестал себя оправдывать, вы могли высечь, вы могли сжечь и выкинуть, сделать другого идола. Ты раз веру себя не оправдываешь, мы поищем другую веру. Но сейчас не так все просто. И мне кажется, особенно, когда советская власть благополучно и быстро исчезла, образовалась некая пустота. И тем более, ну как, если советская власть своим воинствующим атеизмом запрещала религию, веру сверхъестественную и так далее, то теперь как раз это и является тем, к чему стоит прислушаться. Обратный эффект получается. Да, да, такое странное то, что когда-то было не поощрялось, теперь стало поощряться. Поэтому я думаю, что это вполне закономерная и естественная история. И у нас еще впереди или наших детей и внуков ждут всякие интересные открытия, во что будет верить кто-то и когда-то. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните. Рель Резник Мартов, врач-психиатр. Программа «Диагноз недели» и по WhatsApp также можете написать. 2-3-0-6-1-9-1. Вот Николай пишет. Эти предрассудки, стереотипы, сказки показывают низкий уровень сознания и необразованность людей. Надо не верить, а стремиться познать мир. Но это трудно, а верить легче. Я выбрал знания. Вот такой комментарий. Ну, ведь Николай человек, очевидно, весьма рациональный и так далее. Беда в том, что люди того времени, вот так как для нас химия и физика – объективные вещи, для них мир сверхъестественный был ровно тем же самым. Когда не могли объяснить, что такое гром и молния, находили этому объяснение сверхъестественным. Давайте согласимся, уважаемый Николай, что большинство знаний, подчеркнутых нами в школе из учебников, мы принимаем на веру. Это не то, что мы все с азов начинали и постигали. Потому что нам в учебнике говорят, что то-то, то-то, то-то верно. Закон не то. Да, и мы это принимаем на веру. Наверное, сто или двести лет принимали на веру что-то совсем другое. Лет через триста будет что-то ещё. Поэтому здесь всё не так просто. Ты можешь выбрать для себя путь рациональности, но всё равно, если присмотреться, очень сильно основано на вере. Кстати, заметьте, когда происходит слом знаний, веры, как хотите, что происходит чаще всего. Мы же опять кого-то виним всё время. Мы же всё время кого-то виним. Кто-то опять виноват. Злые силы сталинизма, злые силы царизма, злые силы американского капитализма. Всё время кого-то виним. Всё время находится кто-то, кто во всём виноват, и надо как-то справляться. Ещё звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Мартин. Да, слушаем вас. Можно задавать вопросы? Да, вы в прямом эфире. Я в эфире. Здравствуйте, уже, наверное, постоянный слушатель, в второй неделе уже слушаю вас подряд. В общем, ситуация такая в детстве, ну, было довольно-то рано в возрасте. Нас мама, помню, сравнивала, вот, ну, скажем, ну, ты вот ребёнок, ну, ты мой ребёнок, а вот ты ребёнок отца, вот, ну, если вот ребёнок, там, немножко медленнее был, или, 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 там, не так уж поступал, или спешил куда-то, вот. Мы выросли, ну, какая-то обыда, конечно, осталась, но, ну, те вот дети, которые были, вот, так называемыми детьми отца, вот, они оказались стабильнее, и, ну, достигли личной жизни, и, 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 ибо, и, и так далее, да, вот. Да, вы хотите, что прокомментировали, или вопрос какой-то, может быть, у вас есть? Да, ну, вот, можно прокомментировать эту историю, спасибо нашему радиослушателю. Ну, вот опять та же история, в данной ситуации кто-то из родителей здесь, мама, также она, если виноват, там, не тролль, а папа, или ещё кто-то. То есть папа, как олицетворение, что-то не очень хорошее. Ну, всё плохое в тебе от папы. Ну, ты сейчас-то, кстати, всё хорошее от меня. Ну, вот, то, что называется папины дети, тут можно только гадать. Возможно, папа к детям был добрее. Возможно, папа не отрицал детей, или какие-то качества были не похожи на него. Возможно. Поэтому, возможно, так, как описал нам уважаемый Мартин, что эти дети выросли в жизни более адаптированной, чувствуя за собой какую-то большую любовь и поддержку, а не осуждение. Возможно. Где ещё у нас, по-моему, вовсю действует фактор подмены? Мы идём так от детей к родителям, мужям, жёнам, то мы уходим, естественно, на уровень политики. Потому что, мне кажется, мало где люди так старательно избавляются от ответственности за собственный выбор, как в политике. Ну, когда-то была удобная вещь, как монархия абсолютная или диктатура, где от тебя мало что зависит. Всё решили за тебя. Ты верноподданный, живи по законам и уцелеешь. Служи идее, служи стране, отечеству и тому подобное. А вот когда мы дошли до того, что мы называем демократическими выборами, ну, слово «выбор» само по себе, естественно, подразумевает ответственность. Если ты просто что-то выбирать, ты отвечаешь за свой выбор. То есть, наделяя человека соответствующего? Да. Да, делегируя ему ту самую власть, как мы говорили, по-моему, в прошлой передаче, о слугах народа, которые на самом деле вовсе никакие не слуги. И в этом больше ирония, чем... Да. И здесь то же самое. Вот мы выбрали кого-то, и этот кто-то начинает себя вести не так, как мы ожидали. И мало кто говорит, где были мои глаза. Мало кто говорит, почему я поверил предвыборным обещаниям, потому что не присмотрелся, с кем я имею дело. Обычно, как это звучит, нас обманули. Нами манипулировали. Им верить нельзя, все политики и так далее и так далее. Да, нами манипулировали, нас обманули, нас заманили. Опять-таки, конечно, находятся какие-нибудь злые зарубежные силы. Неважно, рука Москвы, рука Газдепа или еще что-нибудь. Ну, у нас сейчас с руками их, по-моему, две. Москвы или Газдепа. Пока еще никто не обвиняет китайцев и мусульманских радикалов. По крайней мере, в Латвии. И здесь мне тоже, кажется, очень интересная вещь. Как охотно мы избавляемся от той самой ответственности. Причем избавляемся от нее, мне кажется, двояко. Во-первых, мы снимаем себя ответственность за наш выбор. Мы просто кричим, что нас обманули. А второе, кажется, что обычно я не только знаток, но тоже некий демократический инструментарь, какие-то законы, которые позволяют людям отзывать разочаровавших депутата, организовывать какие-то протесты и так далее. Но, по крайней мере, в Латвии этим пользуются крайне мало. В России попробовали, кстати. Вот буквально на днях там столкновение с ОМОНами в связи с тем, что оппозиционные депутаты не были, кандидаты не были допустены к выборам Мосгордумы. Да, там все это происходит. Это, конечно, несколько пугающе выглядит. Опять, можно спорить хорошие партии. Но мне кажется, когда люди ощущают себя вправе влиять на результаты, что происходит в стране, каким способом они это делают, и, как всегда, кому выгодно, кто с ним стоит, и тому подобные вещи. Это, в общем, есть что-то привлекательное. Такое гражданское самосознание? Да, хотя, с другой стороны, мы опять начинаем задумываться, будучи людьми циничными и многое уже повидавшими, это гражданское самосознание полыхает само по себе или цинично используется кем-то, кто тоже хочет попасть во власть. Но при этом, если его нет, то, в общем-то, наверное, не завидеваешь. Даже те, кто хочет прийти во власть, вряд ли могут это как-то спровоцировать. Я думаю, что... Почва должна быть. Я думаю, что даже допуская, что за каждым процессом, еще, как говорят древние римляне, кому выгодно, все равно снимать с себя полностью ответственность за происходящее, наверное, тяжело. Хотя я понимаю людей, которые скажут, я не верю в ваши политические игры, я не верю никому, за кого не проголосую, все равно это будет использование во зло, поэтому я буду заниматься своей жизнью, своей работой, растить своих детей и так далее. Но это тоже ведь самоуспокоение такое в какой-то степени, потому что нельзя полностью уйти от политики, она все равно придет. Полностью нельзя. Но в наше время люди такие способны, что называется, голосовать ногами. Если эта страна не нравится, то ее покидали. Можно уехать. Да. И в этом что-то есть. Но опять от детей до власти, через наших партнеров, мужей, жен, любимых и так далее, и так далее, мы все равно упираемся в тему выбора и ответственности. Очень нелюбимая многими тема. Вообще, вы замечаете, слово ответственность, если условия выбор, еще есть какие-то позитивные нотки, то есть от тебя что-то зависит. Слово ответственность людьми в массе очень нелюбимо. Потому что это дополнительная нагрузка. Ну, как у нас есть. Что ассоциируют с словом ответственность? Уголовная ответственность, административная ответственность, призвать к ответственности и так далее. Это, в общем, ничем хорошим от этого не веет. Там наказание очень часто подразумевается. Не выполнишь эту задачу, будешь наказан. И ответственность, на самом деле, этот наш выбор, даже если мы знаем, что чем-то не расплатимся, вот этот, который был гостем вашей передачи, человек, убивший диспетчера, по вине которого погибла... Калоев. Калоев. По вине которого погибла его семья. Можно, конечно, понимать, что за таким поступком неизбежно последует ответственность. В данном случае это был осознанный выбор этого человека. Это был очень тяжелый эфир, для меня в том числе, потому что, если говорить о диспетчере, то его ошибка была не умышленной, а убийство диспетчера было умышленным. И, соответственно, здесь как раз возникает вопрос, а кто в данной ситуации больше виноват? Хотя эта тема, безусловно, очень тяжелая, и смотреть... Это очень грустная история, насколько я понял, когда человек с тем же Калоевым, что диспетчер начал кричать не вывытал, и человек был очень напуган. Но он шел к нему с ножом. Да, перед тобой появляется кто-то бородатый, явно перенесший страшную травму, и трудно осуждать диспетчера за то, что он впал в панику, попытался после человека вытолкать, а не впустить, не вступить с ним в какой-то диалог. Возможно, чтобы диалог извинился, раскаялся, сказал о том, как ему грустно и больно. От этого, возможно, это так бы страшно не закончится, но мы здесь можем только гадать. Вот опять, главное слово «ответственность». Когда мы принимаем решение, мы берем на себя ответственность. Когда мы растим тем, берем на себя ответственность. Когда, вот очевидно, нашим предкам, не важно, за детские болезни, за детские проблемы, хотел, соответственно, перекладывать на какие-то силы, чтобы было как-то хотя бы ясно, что происходит. Вот мы сейчас не апеллируем к сверхъестественной массе своей, но все равно не любим мы слова «ответственность». Не любим мы делать, а не приняв на себя ответственность, очень трудно сделать правильный выбор, потому что выбор и ответственность – две совершенно сопряженные вещи. Нет на свете выбора, который не влечет за собой последствия и ответственность за них. Ну что ж, это тема, на которую можно подумать. Мы на этом будем заканчивать сегодня программу. Диагноз недели. Арель Резник-Мартов, Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Спасибо, всего доброго и до свидания.